Здравствуйте, в эфире Курзамское телевидение, программа «Взгляд из Венспилса. События, люди, мнения» в студии Анна Гегер. Жители Венспилса, получившие сообщение о том, что с 1 января им придется больше платить за обслуживание дома, не понимают, на каком основании повысили тарифы и почему это повышение в каждом доме отличается. Такая ситуация сложилась в многоквартирных жилых домах, которыми управляет компания «Венспилс» на Кустами-Ипошуме. В следующем сюжете попытаемся разобрать суть тарифа и его повышение. Венспилсе около 400 жилых многоквартирных домов. Из них 169 обслуживает предприятие «Венспилс» на Кустами-Ипошуме. Если сравнивать, то такие крупнейшие управляющие компании города, как «Венспилс нами» и «Парвалдниксв» обслуживают 70 и 22 дома соответственно. В задачи управляющего входит содержание домов в хорошем техническом состоянии, для чего используются услуги различных специалистов, помогающих ремонтировать, устранять аварийные ситуации, чтобы все эти работы финансировать, с жильцов квартир взимается плата на содержание дома. И с 1 января для некоторых домов она будет повышена. Некоторым домам конкретно 9 были такие, что снижается оплата, 37 не меняется и 123 повышается. Из 169 домов 116 находятся в управлении «Венспилс» на Кустами-Ипошуме согласно принципам приватизации, так как желающих взять в управление эти дома в свое время не было. Вот предприятие взяло их под свое крыло. 53 дома заключили «Венспилс» на Кустами-Ипошуме договор об управлении. «Тогда порядок такой же, как и в случае с другими частными управляющими. Плата за обслуживание меняется, опираясь на голосование жильцов. Во время собрания они высказывают предложение и утверждают размер квартплаты». Плата за содержание дома пересматривается ежегодно. До 15 октября жильцы получают сообщение о том, сколько им надо будет платить в следующем году. В течение месяца жители могут обращаться к управляющей компании с вопросами и предложениями. «Если жильцы не согласны с тем, какую плату за обслуживание им надо платить, то можно провести голосование и изменить ее, утвердив свою. Соответственно, им надо переоценить планируемые работы». В 2024 году в среднем плата за обслуживание в домах, которыми управляет Венспол с Некустами и Пышами, составит 60 центов за квадратный метр. В домах, где будет повышена плата, увеличение составит в среднем 10 центов за квадратный метр. Каждый дом оценивается индивидуально. Плата зависит еще и от того, есть ли у дома кредит, в каком техническом состоянии находится дом. Тариф состоит из нескольких компонентов. «Первый компонент – это плата за управление. В нее входит зарплата дворника, административные расходы, оплаты по договорам, тем предприятиям, которые обслуживают многоквартирные дома. Это сантехники, электрики, все мастера, которые в любой момент прибудут на вызов, если случилась какая-либо авария». В этом случае также учитывается повышение минимальной зарплаты, инфляция. Следующий компонент – это работы по содержанию. Все ремонтные и профилактические работы предусмотрены нормативными актами. План ремонтных работ составляется на три года. При этом предусмотрен порядок приоритетов, в котором проводятся работы. Мы обычно предлагаем начать с работ, касающихся элементов конструкции. Это крыши, фундамент, балконы, лоджии. Сначала надо это привести в порядок. Затем по приоритету идут внутренние сети – водопроводные, канализационные стояки, электросети. А третьими по приоритету уже идут косметические ремонты. С каких работ начать и в какие сроки их осуществлять – решает собрание жильцов, рассчитывая согласно накоплениям, имеющимся у дома. В случае необходимости проведения срочных работ дом может взять кредит, если накоплений не хватает. Жильцы некоторых домов были неприятно удивлены резким повышением платы за обслуживание. Здесь я могу упомянуть пару примеров. В одном доме плата за обслуживание повысилась на 25%, с 60 центов за квадратный метр до 78. Если посмотреть, что же повлияло на повышение, в целом это 18 центов, так вот из них 7 центов – это на работы по содержанию, из-за инфляции и повышения зарплат. А 11 центов направлены на увеличение накопления дома с 21 до 32 центов, потому что планируется в этом доме в следующем году провести ремонт третьего лестничного пролета, а затем накопить денег на ремонт четвертого. Сейчас еще можно обратиться напрямую в управляющую компанию, попросить объяснения повышения платы, внести свои предложения и даже пересмотреть это решение общим собранием жильцов. Те дома, которые заключили с нами договор, так же, как и в случае с частными управляющими, получают от нас сообщения вместе с анкетами голосования, в которых жильцы могут голосовать за или против нового тарифа за обслуживание. Если будут не согласны, значит, какие-то работы будут отложены, потому что работы по ремонту планируются в течение трех лет, то есть там графики есть поставлены, и есть нужды, которые нельзя не выполнить. Если крыша течет, или проблема с лифтом, или с газом, или с электричеством, или окно надо менять, или дверь ходную, то есть разные необходимости есть, которые нужно, как говорится, обслуживать. Специалисты напоминают о том, что сократить свои расходы на содержание дома можно проведя реновацию дома и мероприятие по утеплению. Около 30% домов, находящихся в ведении предприятия Венсполстной кустами и пышами, уже утеплены. В рамках проекта по повышению энергоэффективности многоквартирного жилого дома на проведение некоторых предварительных работ можно получить софинансирование Венсполского самоуправления. Курзанское телевидение уже сообщало, что ранее венсполчане, собрав несколько сотен подписей, отправили официальное письмо мэру города и Венсполскому коммунальному управлению с просьбой разрешить сложившуюся ситуацию на участке улицы Юрос. 26 октября Венсполская городская дума повторно рассмотрела письмо, подписанное многими десятками родителей дошкольного образовательного учреждения Рутийтэс. Там сообщалось, что ранним утром и около пяти часов вечера родители с детьми хаотично пересекают одну из центральных улиц Венсполса, ходят по газонам и паркуют автомобили, где попало, потому что здесь не хватает парковочных мест. Ближайший к детскому саду пешеходный переход находится на соседней улице Бревибес, а на улице Юрос пешеходного перехода нет, и улицу перейти достаточно сложно. Комиссия по вопросам экономики и бюджета Венсполской городской думы рассмотрела просьбу жителей и приняла решение о создании пешеходного перехода на улице Юрос напротив центрального входа в детский сад. Уже была закупка и оформлено разрешение. И на следующей неделе перед праздником начнутся работы по остановке освещения над пешеходным переходом. На отрезке улицы построят выступ, чтобы пешеходный переход не был таким длинным. Надо будет пересекать только улицу, а часть парковочной зоны займет выступ. И, конечно же, будет установлено освещение. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Если это не сработает, будем искать другие решения. Чтобы разрешить ситуацию, опасную как для пешеходов, так и автомобилистов, Этой осенью Венсполское коммунальное управление поставило ограничение скорости 30 км в час. И это уже улучшило ситуацию. Остальные работы планируют завершить в конце этого года или в начале следующего. С сентября 2022 года Венсполс является членом глобальной сети образовательных городов ЮНЕСКО. Такую сеть создал Институт непрерывного образования ЮНЕСКО, объединяющий почти 300 городов всего мира. На минувшей неделе Венсполс отметил День ЮНЕСКО, собрав молодежь на конференции под названием «Знай свои корни, чтобы в будущем сформировать более сильную личность». 2023 год в Латвии объявлен Годом культурного наследия ливов. На конференции молодежь исследовала корни ливского языка в латышском языке. С вдохновляющим рассказом выступила исследователь Ливского института Латвийского университета Милда Курпнецца. Она занимается исследованием ливского языка и его грамматики. То, что меня больше всего интересует, это то, откуда мы произошли. Контакты народов, литовцев, латышей. Контакты балтийцев с балтийско-финскими народами, с ливами, эстонцами. Я хочу узнать, как мы все образовались, какова наша культура, что у нас общего и чем мы отличаемся, в чем мы схожи и в чем уникальны. Я одержима вопросом, кто мы такие, и хочу разобраться с этим. Я считаю, что ливы похожи на латышей. По сути, мы все друг на друга похожи. Но есть и нечто уникальное. И я хочу сказать, что исследовать достаточно сложно, но это необходимо. На самом деле можно исследовать все, что угодно. И оборотни, и все, что может быть интересным. Я бы хотела, чтобы молодежь понимала, что люди разные и интересные, и у них много общего. Но исследовательская работа совсем не скучная, а наоборот, очень интересная. Ливы, как один из коренных народов, оставили неизгладимый след в формировании латвийской идентичности, особенно в Северной Курзаме. Выпускница Венсполской первой гимназии Лива Кукла свое выступление посвятила теме малых языков. Сегодня я подробно рассказала о том, что такое язык и что такое малый язык. В мире около 8 тысяч языков, которые используют. А крупных языков всего примерно 21. А остальные считаются малыми. Поэтому нам не о чем беспокоиться. Наш латышский и ливский язык имеет хороший фундамент. И язык может развиваться. Я считаю, это очень интересно. Чтобы сохранить малый язык, самое важное – думать не о самом языке, а больше думать о культуре. О том, чтобы мы в повседневной жизни говорили на этом языке. Я не имею в виду говорить очень правильно или говорить литературным языком. Но важно язык использовать. Надо смотреть фильмы на латышском языке, создавать такие фильмы, читать книги на латышском, газеты и все, что нам интересно. Так как, стараясь искусственно сохранить язык, это ни к чему хорошему не приведет. Также на конференции с вдохновляющим рассказом выступил руководитель Ливского института Латвийского университета Валц Эрнштейц. Ливы являются частью нашей современной Латвии. Они жили на большой части Латвии и были причастны к созданию латышского языка, культуры и народа. Ливские корни, возможно, не так заметны. Но в этом году мы уделяем им особое внимание. Цель конференции – поддержать и в долгосрочной перспективе мотивировать старшеклассников поверить в свои способности, повысить уверенность в своих силах и побудить строить будущее в Латвии. Также конференция была полезна тем, кто в будущем планирует делать свою исследовательскую работу на тему культурного наследия ливов. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова